всем доброе утро вот мы едем на рыбалку счет до восхода солнца нам нужно еще проехать путь до озера не сказать что это длинная дорога мы за минут 20-25 доедем до озера но надо нам проехать и по гравейной дороге и по асфальту по гравейной дороге мы проедем где-то километров 7 а дальше по асфальтированной поедем дороге направление браслова этот путь у нас где-то примерно 15 километров до браслова 40 километров от миор красивейший белорусский город небольшой окруженный озерами а вот переброди куда я еду на озеро абстерна там комплекс озер окружающий эту деревушку название то какое переброди то есть здесь брод был среди озер когда-то был брод назвали переброди но там сейчас сделали мост среди через озера комплекс озер состоит из таких озер как абстерна важа набисто угля и все это в комплексе если с высоты птичьего полета посмотреть они рядом эти озера все озера большие площадь занимают большой вы увидите озеро абстерна где я буду ловить рыбу вот примерно такой площади остальные озера красивейшие места окруженной лесом полями деревушками если кто будет в наших местах то не пожалеет никогда летом здесь много отдыхающих на этих озерах в лесу можно собирать грибы ягоды просто отдохнуть ну а тот кто любит рыбачить может воспользоваться специальным местом отдыха где напрокат взять лодку там же поставить палатки все это охраняемо и пункты общественного питания там есть можно отдохнуть с полной семьей с детьми удобно сделано температура за бортом наружная температура воздуха минус шестнадцать градусов с утра ну вот начинает цветать и нам чтобы до озера добраться нужно вот такие препятствия преодолеть здесь заболоченное место а там санаторий и вот беседка машину я поставил на стоянку идем к озеру ворота замерзли ворота с ф на Сейчас я... Сейчас я... Вот, вышел на озеро, здесь выступает вода, но она же и подмерзает. Нам нужно найти место, где ловить рыбу. В темноте, если рано выйти на озеро, то по приметам трудно определить, где это место. Вот так как у меня есть навигатор, навигатор есть, сейчас мы его включим, вот видите, сейчас мы его включим. Вот видите, где темное место, место темное, закрашенное. Так, уменьшим. Ну вот здесь, видите, где темное место, синим темным, там глубокие, глубокие ямы. Тут, где более красный цвет, зеленый, желтый, тут более мель. От одного метра до четырех, поэтому мне ориентироваться хорошо. Около берега, где мели, там сейчас нет смысла. Около малой глубины лабиринта ловить нет смысла. Потому что здесь окуня большого не будет. А нам нужен окунь. Здесь может быть мелкий окунь. Около берега здесь глубина не пришает. Я говорил вам, что в начале, когда лед стал, надо окуня ловить на глубинах. Он уже, как бы, ну, у него жор начинается. Это время нужно запастись ему пищей на долгую зиму. И у него уже, когда он стоит в ямах с осени, у него уже начинается жор там, на глубине, когда он стоит. Вот начинаем ловить окуня с глубин. Но не на самых ямах, самых таких низких местах, а чуть-чуть, как бы, на выходе. Он уже, как бы, выходит. Но все равно это яма будет. Здесь мы ловим недели две. Потом он уже начинает выходить к мелям. Но не во всех местах будет окунь ловиться. Естественно, нужно найти такое место. Вот, любимое окунь. Где он будет стоять, жировать. Где мелочь выходит. Если крупный окунь, то это где-то около 8-9 метров. Крупный окунь. Более мелкий. Он будет на 5 метрах. 4-5-6 метров. И он не по всей мели будет зарассредоточен. А по краю мели, по бровке. То есть, вот где переход. Переход на глубины. Мель на глубины. Вот на этом краю, на этой бровке. И надо обходить. Нашли эту мель. Обойти эту по бровке мель кругом. И у него любимое место есть. Там, где может камни. Где плотненный грунт. Гравий. Камянисто дно. Вот такие места находить. Потому что много рыбаков ловят рыбу. И не знают, где его найти. Ну, во-первых, этого места не знают. Найти нужно это место. И не могут найти. Не проще. По навигатору. Ну, вот сейчас где-то около километра нужно пройти до этого места. Пойдем. Вот отошли от берега. И сколько вот это санаторий, где я поставил машину. И вот мы идем. И вот идем. Светает. Луна уже на спаде. Старая, как говорится. Так. И вот моя тропинка вчерашняя. И мы потихоньку идем дальше. Ну, вот. Представляете, какое озеро. Довольно большое. И вот здесь комплекс озер. Там Укля. Там озеро Важа. Они соединены между собой речками. Набиста. Абстерна. Это озеро. Комплекс озер. И везде полно рыбы. Везде можно ловить. Правда, кое-где нужно иметь билет рыболовный. Но на этом озере можно ловить. Свободно. Без билета. Доброе утро. Это Рыбалка Лаврова. Канал. Всех приветствую. С наступающими праздниками вас. С новогодними. Сегодня у нас температура минус 16. Холодно. Морозно. И я вам решаю показать, как я выбираю клевые места. Будем ловить окуня. И рассказывать, как я его ловлю. Как нахожу эти места. Дело в том, что рыбаков на озере немного. И все говорят, что не клюет. Клева нет. Рыбы нет. Но я хочу доказать, что на таком озере всегда будет рыба. Только надо уметь ее найти. Словить. Вот это я вам буду показывать, как я это делаю. Окуня. Значит, первым делом, как я вам уже говорил, нет смысла ловить окуня крупного около берега. Значит, мы будем отходить от берега и искать глубокие ямы. Сейчас я вам покажу на своем навигаторе, на своем навигаторе, вот эту яму, до которой мы дошли. Вот, посмотрите, темным указана и раскрашена эта яма глубоко, там 12 метров глубина. Кстати, озеро это не очень глубокое. Тут больше 15 метров и нету. Ну, в данном случае вот эту яму мы нашли. И здесь где-то глубина 12 метров. И вот посмотрите, где мы стали. Вот эта лодка. Лодка. Это мы пришли вот на это место. Посмотрите. Около ямы есть рельеф такой подводный. Он мель такая. Где-то метров 4. Здесь указано даже 4 метра. Вот это. Тут 3,5, допустим, метра. Тут немножко на спад 4-5 метров. Вы посмотрите, где мы стали. А мы стали вот здесь такой островочек. Ровно плату такое, где глубина 8 метров. Крупный окунь будет выходить. Сначала я ловил на яме. Где-то с краю вот здесь на яме. Вот. Спустя две недели клев там перестал уже. Окунь уже перестал браться. Он стал выходить. Выходить. Вот у меня якорь. Здесь он ловился хорошо. И вот я уже добрался до этой платы. На глубине 8 метров. Здесь крупный окунь. Вчера я словил очень много крупного окуня. Один попался где-то под килограмм. И вот видите на бровке. И нужно становиться на самой бровке. Не на середине, не с краю там. И по бровке, если пройтись по бровке, то он выберет окунь себе место хорошее. Где-то в радиусе там 4-5 метров. И будет он стоять. И его нужно немножко подкормить. Чтобы он тут и собирался. Что мы сейчас и сделаем. Ну вы принцип поняли. Здесь место есть. Вот посмотрите. Если обойти этот островок и здесь плата есть немножко небольшое. Если встать там, то тоже будет окунь. И дальше. Сейчас немножко я передвину. Передвину. Вот сюда. Посмотрите. Вот здесь. У меня. Здесь островок тоже. И вот здесь. Видите? Рыбка. То есть я отметил место, где стоит окунь. Вот эта глубина где-то 7 метров. Понимаете? Не на самом островку подводном. Вот. А на бровке. На краю. Где вот резкий переход. И вот где на бровке, где резкий переход. Он будет стоять там. Ну иногда по всей периметру я обошел ничего. А здесь окунь. Его много стоит. Вот как я ищу. Ну и таких конечно мест. Если уменьшить. Смотрите. Если мы уменьшим. То у нас яма. Не только здесь. Здесь яма. Здесь вот. Там. Ну. Ям таких много. И у Калаем есть островки. И там надо искать окуня. Мы так и делаем. Так. Сейчас мы отключим. Так. Мы нашли окуня. Значит. Окуня мы нашли. Окуня мы нашли. Окуня мы нашли. Он будет стоять. Но. Здесь твердая. Каменистая. Он здесь стоять будет. Ну. Затем будет ловиться неделю. Так. Значит. Что мы сделаем. Котик. Пробурим. А вот. Пробурим. Подготовим. Я приезжаю. С рыбалки. Они меня ждут. Пять котиков. Котки мои. Ждут меня. С рыбалки. Ждут меня. Я им рыбалки. готовлю на зиму приготовлю я им рыбу вот в холодильник морозиловку и потихоньку им даю вот это тем кто может подумать что почему рыбу не выпускают ну если не рыбу все равно покупать нужно подкормить обязательно привлечь его во первых он раздражается когда видит мотыль опускается он активным окунь становится мы подкормим я много не подкормил много ну вот такую щепетку потом по обстановке если клево прекращается немножко снова подкормлю откормили что нам ветер и был спину удочки у меня 8 удочек 8 удочек на всякий случай все у меня с запасом вот такие удочки с такой мормышкой это на крупного окуня у меня таких несколько точно одинаковые посмотрите какие мормышка какая мормышка капля крючок острый леска 0.12 она выдерживает крупное окуня до килограмма выдержит окунь так несколько удочек потом есть капля более мелкая капля это уже когда позже когда будет уже плохо клювать тогда нужно выбирать мормышку поменьше и леска будет потоньше это чтобы клев был такой как и по первому льду надо уменьшать толщину лески и уменьшать величину и размер мормышки так сейчас мы наживку на крючок насадим окунь крупный если где мелко он стоять туда там не будет стоять он где-то глубина 8-9 метров будет крупный окунь выходить ну пробуем начинаем постучим по дну и мелкими вибрациями с маленькой амплитудой поднимаем окунь ловится только светлое время суток если темно он ловится не будет клевать он не будет возможно еще он не нашел моих мотылей темно солнышко вот начнет солнышко подниматься будем пробовать вот немножко видите есть небольшой 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 но есть видите уже посветлело посветлело окунь и и и и и обязательно полотенце руки вытирать это нужно обязательно руки мокрые так сейчас мы будем ловить льдинки попадаются так смотрите сверху руку прячем сверху потихоньку опускаем потихоньку опускаем вот уже клюнуло клюнуло есть он здесь есть постучали по дну и медленно с вибрациями медленно поднимаем но тут вот такой вот маленький путь я думаю что он подойдет небольшой Уже дело к вечеру. Я не учел, что мороз сегодня. Большой. И поэтому клев у нас не очень хороший. Дело в том, что завтра у нас уже будет оттепель. То есть идет антициклон, а эта рыба очень боится антициклона. Вот сегодня мороз, а завтра оттепель. Поэтому крупный окунь, он не вышел, стоит на глубине. Мелочь она всегда такая. Средний окунек мелкий. Но вот такой вот, знаете, такой вот не мельче. Я наловил, но большого нет. Окуня большого нет. И он очень-очень берет плохо. Редко клюнет. Небольшой. Как одного размера. А чтоб крупный. Видите, редко таких я наловил. Вот так. Вот так. Вот так. Небольшой окунек. А крупного нет. Сегодня не повезло с погодой. Мороз стоит. С утра 16 градусов. Сейчас такой же. Ну вот мой сегодняшний улов. Больших окуней нет. В среднем вот такие окуньки. Небольшие. Это мой улов. Можно показать и ближе. Ну вот. Такие вот окуньки. Такие. Есть и маленькие. Вот котикам. Видите, больших нет. Даже плотвичку. Поймал плотвичку. Ну вот такой улов. Сегодня очень плохо клювало. Совсем плохо. Плюха, плюха. Клювало день. Уже день кончается. Обошел места. И там тоже крупного не было. Мелочь клюет. Так хотелось вам показать. Как крупный окунь ловится. Как я его ловлю. Но я думаю, у нас все впереди. Я еще покажу. Ну, а сегодня до свидания. Если кому понравилось. Моя рыбалка. Ставьте лайк. Подписывайтесь. Будем. Зима впереди. Будем ловить рыбу. До свидания. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok.